Добрый вечер! Это намедник 1961-1991. Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Сегодня 66-й год. Мелиорация. 8 марта, впервые выходной. 23-й съезд КПСС. Землетрясение в Ташкенте. Культурная революция в Китае. Мода на янтарь. Борьба с хулиганством. И кабачок 13 стульев. Комментаторы. Сценарист и актриса Рената Литвинова. Политолог Сергей Караганов. В 66-м году советская автоматическая станция Луна-9 первой совершила мягкую посадку на поверхность Луны. Запущенная через два месяца после этого станция Луна-10 стала первым искусственным спутником Луны. Начинается лунный космос. Следующий по дальности после околоземных орбит. Станция Луна-9 совершила впервые мягкую посадку на ближайшее к нам небесное тело Луну. Луна-9 летела до Луны трое с половиной суток и прилунилась в океане бурь. Оттуда Луна-9 вела сеансы радиосвязи и передавала изображение лунной поверхности при разной освещенности, что позволило воссоздать лунную панораму и рельеф. Луна-10 в качестве искусственного спутника Луны совершила вокруг нашей ближайшей космической соседки 460 витков. Принимается долгосрочная программа мелиорации. После кукурузы и большой химии это третья крупнейшая сельскохозяйственная компания в стране. Осушение земель на севере и орошение земель на юге должны привести сельское хозяйство в соответствии с реформируемой промышленностью. Работы развернулись на огромных территориях. Голодная и Коршинская степи вдоль трасс Северокрымского и Каракумского каналов, Каховская оросительная система на Днепре, Нечерноземье и Западная Сибирь, 10 миллионов гектаров осушаемых земель, 11 миллионов орошаемых. Мелиорация в основательно перекопанных северных областях России почти ничего не дала. Был эффект от среднеазиатского хлопкового орошения, а производство риса увеличилось в 2,5 раза. В самом начале года при участии главы советского правительства Алексея Косыгина проходит встреча лидеров двух враждующих стран, Индии и Пакистана. Лала Бахадур Шастри и Аюб Хан прилетели в Ташкент, чтобы прекратить войну в Кашмире, вошедшую в историю как индо-пакистанский инцидент. Мирная декларация была подписана 10 января. 11 января в Ташкенте скоропостижно скончался премьер-министр Индии Лала Бахадур Шастри. Гроб с телом несут к самолету Аюб Хан, президент Пакистана, воевавшего с Индией до вчерашнего дня, и председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. Новым премьер-министром Индии становится Индира Ганди. В том же 66-м году она наносит визит в СССР. Появляется выражение «Дорогая Индира Ганди». Фамилия Ганди теперь 20 лет будет самым известным во всем мире символом индийской политики. ЮНЕСКО констатирует, что за 8 лет, с 58-го по 66-й, число кинотеатров в мире удвоилось. Главный кинозритель – молодежь. Всплеск послевоенной рождаемости и резкая неестественная убыль старших возрастов приводят к росту процента молодежи в населении земного шара. 66-й год – пик мирового кинобума. Абсолютный лидер СССР. Каждый советский гражданин, считая грудных младенцев, в среднем ходил в кино 19 раз в году. Следом с 12-ю кинопосещениями в год США по 8 раз в год ходили в кино французы и англичане. Рентабельнее кино в СССР была только водка. Астрономических тиражей достиг журнал «Советский экран». Повальным увлечением становятся цветные фотографии артистов от Бюро пропаганды советского киноискусства. Андрей Миронов и Татьяна Доронина, Наталья Фатеева и Жанна Болотова висели на стенах в общежитиях и в прорабских будках, лежали под стеклами на столах в учреждениях, ими обменивались в школах. Вопреки законам шоу-бизнеса, звездную пару 60-х, Светлану Светличную и Владимира Ивашова фотографировали порознь, но вся страна знала, что они муж и жена. В 66-м году Международный женский день 8 марта был впервые объявлен нерабочим. В стране появился еще один праздник, которому не полагается второй похмельный выходной, как 2 мая и 8 ноября. Традиции празднования закладываются сразу же. Торжественное заседание всегда в Большом театре. Официальный ранг зала ниже, чем Дворца съездов, зато здесь уютнее. Вступительное слово секретарь МГК партии Капитолина Дементьева. Потом в этой роли будет выступать министр культуры Екатерина Фурцева. Единственная дама, член правительства. Председателем Комитета советских женщин будет Валентина Николаева-Терешкова. Потом она займет другой традиционный женский пост. Председателя Союза советских обществ дружбы. На официальный ритуал похоже и празднование 8 марта на предприятиях, в учреждениях, в школах с неизменными подарочными наборами. Букетик, открытка, сувенир. Выпускаются праздничные номера всех газет, от центральных до стенных. Они начинаются патетическими передовицами-посвящениями «Тебе, о женщина!» и заканчиваются специфическим юмором про то, как мужчины только сами 8 марта стирают и гладят, жарят и варят. Самый популярный подарок – духи. Из отечественных ценятся рижские фабрики «Дзинтерс», ленинградские «Северное сияние», московские фабрики «Красная заря». Начало цветочного бума. Самые доступные цветы – мимозы. Рангом повыше гвоздики, но они считаются партийными, особенно красные. Лучшие первые тюльпаны. Вершина роскоши – розы. 8 марта – это даже не праздник, это скорее как повод для мужчин выразить себя как настоящих мужчин перед женщинами. Подарить ей мимозы, тухи, цветы. И как Хизвилия 364 дня в году – это все мужские. И один единственный, 365-й, принадлежит женщинам. СССР была единственной страной в мире, которая сделала 8 марта нерабочим днем. Это был жест мужской страны в сторону женского населения. И даже сейчас некоторые деловые женщины презирают 8 марта, говоря, что любить и считать 8 марта за праздник можно только от безысходности. Я же думаю так, почему бы и нет, пускай будет, пускай будет 8 марта, хотя бы как повод для мужчин. Педаль «Золотая звезда» вручил Тодору Живкову Леонид Ильич Брежнев. Подписано первое соглашение о воздушном сообщении между СССР и США. Авиакомпании «Пан Американ» и «Аэрофлот» начинают выполнять два рейса в неделю по маршруту Москва-Нью-Йорк. Завершается очередной рейс «Аэрофлота» через Атлантику. Полет занимал 9,5 часов. К концу десятилетия было уже 6 рейсов в неделю, в том числе в Вашингтон. Будучи единственным прямым мостом между сверхдержавами, авиалиния регулярно использовалась для демонстрации политической принципиальности. Нью-Йоркский губернатор мог запретить посадку уже прибывающего советского самолета, и тот летел в либеральный Вашингтон. «Панам» прекращало обслуживать маршрут, наши платили взаимностью. В ответ на военное положение в Польше полеты были запрещены в течение пяти лет. В 1966 году в советском цирке лед тронулся. Из экспериментов гастрольную практику перешел цирк на льду. До этого был балет на льду, но ледовые ревю в мире распространены, и наш балет новинкой не явился. Зато советский цирк вышел на лед первым. Жанр, который коньки не отбросит. Коньки полагаются всем – гимнастам, жонглёрам, акробатам, эксцентрикам. На коньки поставлены медведи, позже петух. Необычный номер создал и бывший служитель у Галкадурова Анатолий Майоров. Дрессировщик, имея талант до терпения, может и медведя поставить на коньки. Разница между обычным цирком и ледовым, как между фото и кино. Всё, что раньше стояло, теперь поехало. Соответствуя западным представлениям о заснеженной России, цирк на льду активно гастролирует за границей. 26 апреля 1966 года в 5 часов 23 минуты в городе Ташкенте, столице Узбекской ССР, произошло землетрясение. Сила – 7-7,5 баллов. Ни до, ни после в Советском Союзе не случалось сильных землетрясений в городах-миллионерах. В разрушенном на треть городе погибло 8 человек. Ташкентскими новостройками занялась вся страна. Микрорайон РСФСР, кварталы Москвы, Ленинграда и всех союзных республик. Свои объекты были у 48 областей, краёв и автономии России. Город-спутник Ташкента Сергей Ли строили военные строители. Ташкентская застройка Традиционная ташкентская застройка по-своему учитывает сейсмичность. Эти дома легко разрушаются, но их обломки взрослого человека, скорее всего, не убьют. После землетрясения город не восстанавливали, а реконструировали. Центр построили совсем другой. Из нового Ташкента сделали визитную карточку Советского Востока. Место проведения кино и прочих форумов стран Азии, Африки и Латинской Америки. Часы «Ракета» производства Петродворцового завода экспортируются в 30 стран мира. Есть повод сказать ещё несколько добрых слов о часах советского производства. И в частности, о тех, что выпускает часовой завод Петродворца под Ленинградом. Про сверхплоскую модель «Ракеты» говорят, что эти часы тоньше двух пятикопеечных монет. Большой диаметр циферблата, по-современному тонкие риски делений, тонкий золочёный ободок. «Ракета» – самые щегольские часы страны. В 66-м году руководимый Мао Цзэдуном Китай вступает в фазу своего великого перелома и большого террора под названием «Культурная революция». Мао провозглашает её на августовском пленуме ЦК КПК. Главная движущая сила культурной революции – бойцы отрядов учащейся молодёжи – хунвейбины. Китайская культурная революция – это расправа со старыми парткадрами, городской интеллигенцией и всем обуржуазившимся средним классом. Ревизионистам, привилегиям и западному влиянию были противопоставлены большевистский максимализм, подлинная пролетарская культура и трудовое перевоспитание в заводских коллективах и сельских коммунах. Чтобы высвободить хунвейбинов для революционных погромов, реформа образования на несколько лет приостановила приём в ВУЗы. 22 миллиона хунвейбинов проводили четыре чистки – политическую, экономическую, организационную и идеологическую. Репрессии не затронули только главную опору Мао – народно-освободительную армию Китая. Культурная революция покоряла пространство и время, подавляла мятеж в Ухане, где население перебило всех местных хунвейбинов и углубляла критику Линьбяо, члена политбюро, и Конфуция, великого мыслителя, жившего до нашей эры. Китай опустил шёлковый занавес, отозвав из-за границы 44 из 47 своих послов и пригрозив иностранным дипломатам, что их безопасность в Пекине вне территории посольств не гарантируется. Миллиардное население штудирует труды великого кормчего, в основном по цитатникам – красной книжечке Мао. В Москве брошюры «Маоизм. Угроза человечеству» писали лучшие кремлёвские либералы. Они тем самым критикуют всё более ощутимые неосталинистские тенденции советской внутренней политики. Ансамбль Кижского погоста на острове Кижи, иногда произносят Кижи, в Карелии, объявляется государственным историко-архитектурным заповедником. Официальное оформление ширящегося увлечения русским севером и деревянным зодчеством, иконами и прялками. Кижи подаётся прежде всего как замечательное достижение русских мастеров, поставивших 22-главую Преображенскую церковь без единого гвоздя. Храмы возводили те же плотники, которые рубили избы и амбары, пишут газеты. Поэтому деревянные церкви – произведения народного искусства. В Кижи свозят ценные деревянные постройки со всей Карелии. Сборную деревню называют «музеем под открытым небом». Украинская автопромышленность осваивает выпуск новой микролитражки. На смену объекту беззлобных насмешек горбатому запорожцу ЗАЗ-965 приходит запорожец ЗАЗ-966. Единственная народная машина того времени – горбатый запорожец ЗАЗ-965 – по мощности равнялся мотоциклу. Клички бывают почему-то только у запорожцев. Новичка ЗАЗ-966 из-за его воздухозаборников называют ушастым. Как раньше горбатый, ушастый запорожец имеет модификацию с ручным приводом для инвалидов. В 1966 году состоялся суд над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Синявский и Даниэль передавали свои произведения «Тайна на Запад» для публикаций под псевдонимами Абрам Терц и Николай Оржак. КГБ псевдонимы раскрыл, авторов арестовал. Синявского и Даниэля судили по статье 70 Уголовного кодекса «Антисоветская агитация и пропаганда». Процесс Синявского и Даниэля и реакцию на него общественности принято считать началом движения, позже названного правозащитным. Первый арест, о котором подробно говорят западные голоса. Закрытый судебный процесс уже невозможен и о нем пишут даже в известиях. В зале люди с пропусками, показания свидетелей защиты во внимании не принимаются. Цена инакомыслия. Андрей Синявский получает 7, а Юлий Даниэль 5 лет в колонии строгого режима. Обвиняемые не признают себя виновными и в последнем слове настаивают на праве свободы творчества и на невозможности судить художественное произведение по Уголовному кодексу. Арест писателей приводит к первому за всю историю советской власти пикету с правозащитными лозунгами «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем» и знаменитая «Уважайте советскую конституцию». Возникает жанр письменных протестов, направляемых властям. Их авторов называют подписантами. В том же 1966 году принимается статья 190 прим Уголовного кодекса «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Письменная или устная критика однопартийной системы без альтернативных выборов парламента, голосующего всегда только за «наказывается лишением свободы» на срок до трех лет. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием. Михаил Шолохов о Синявском и Даниэле в своем выступлении на 23-м съезде КПСС. Ох, нету меру наказания получили бы эти оборотни. А тут, видите ли, еще рассуждают о суровости приговора. Мне хотелось бы обратиться и к зарубежным защитникам, пасквилиантов. Не беспокойтесь, дорогие, за сохранность у нас критики. Критику мы поддерживаем и развиваем. Она остро звучит и на нынешнем нашем съезде. Но клевета не критика, а грязь из лужи не краски из палитры художника. Но лидеры двух великих держав согласились с необходимостью активизировать диалог. В моде изделия из янтаря, кусков древней смолы. Демокрит считал, что янтарь – это окаменелая моча рыси. Демократичного поделочного материала на территории СССР оказалось до 98% мировых запасов. Янтарь считается ювелирным изделием, но не подчеркивающим достаток, а выявляющим индивидуальность. Янтарь можно почти не обрабатывать, считая неповторимые форму и цвет каждого камушка его главной ценностью. Можно уверенно приобретать по сносной цене янтарный гарнитур «Галактика» или «Элегия». Второго такого точно нет. Из удовольствий подороже особо почитаются камни с застывшими внутри древними мухами. Такие идут на изготовление хищных перстней. Широко освещаются акции протеста жителей японских прибрежных городов, протестующих против заходов их порты американских военных кораблей. Чаще всего приводится пример порта Йокосука, в который пытается зайти американская подводная лодка «Спук». Янки, убирайтесь домой, говорят японцы. Важное понятие – народ страны против превращения японских островов в непотопляемый авианосец США. Протестующий против американского милитаризма порт Йокосука продолжил традицию неблагозвучных иностранных слов, без которых не обойтись. До Йокосуки были президент Нассер, китайские хунвейбины, потом нам не повезет с фамилией первого болгарского космонавта Коканов, его переименуют в Иваново, и названием города в бывшей Югославии, который решат чуть изменить – Жепа. В те дни Никита Сергеевич – секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. В 1966 году состоялся 23-й съезд КПСС. Среди прочего, он принял несколько показательных уставных изменений. Около 5000 делегатов, представляющих более чем 12-миллионную армию коммунистов, собрались в Кремлевском дворце съездов, чтобы подвести итоги пройденного пути и обсудить задачи на ближайшие 5 лет. Президиум ЦК теперь вновь называется Политбюро. Первый секретарь ЦК, как Сталин, называется Генеральным секретарем. Снимается возрастное ограничение – 70 лет для пребывания на высших государственных должностях, принятое было после отставки Хрущева. В том же году генеральный секретарь Брежнев получит к 60-летию свою первую звезду Героя Советского Союза. В журнале «Север» в 1966 году публикуется повесть Василия Белова «Привычное дело». Начинается расцвет деревенской прозы – явления литературного и общественного. В литературе отсчет деревенской прозы принято вести «С матрёниного двора» Солженицына. В общественной мысли предшественниками писателей-деревенщиков считали радикальных славянофилов. Классики деревенской прозы Фёдор Абрамов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов в своих антисоветских, по сути, книгах показывали, что есть официальная жизнь, а есть жизнь человеческая. И у них ничего общего, и вместе им никогда не сойтись. Солнечное кубанское изобилие сменили хмурые лесные дали Севера и Сибири и стойкое неприятие колхозного строя. Вся деревенская проза была написана с позиций кулачества как класса. «Нельзя не верить в неведомое пригожей Европе особое будущее России при такой особости её прошлого» – телеинсценировка плотницких рассказов Василия Белова. «Как корова-то отелилась, отелит в масляной неделе? Нестельная она у тебя. Ей-богу, не стельная. Как это, не стельная, если брюхо у её и под хвостицей, говорит старуха, большая стала. Старуха-то мало что говорит, может, она и не разглядела как следует. Нет, стельная корова. Ты когда её к быку-то гонял? До ноября? Ну вот, сосчитай, сколько месяцев-то прошло. Нет, друг, тестельная корова, останешься ты без волка». «Говорят, тестельная». С деревенской прозой право на существование, кроме партийной правды, получала мужицкая правда. Мужицкая правда – правда деревенская. Город – абсолютное воплощение зла. Город шире государства на издевении мужика. «Это была очень русская правда, не любила иностранцев и инородцев. Это была серьёзная и трудная правда. Всем на свете живётся легче и веселее, чем русскому мужику. Она была сугубо консервативной. Идеал, утраченный лад, остался в прошлом. Настоящее безотрадно и совсем беспросветно будущее. С его техническим прогрессом и с пепеляющим душу». СССР Никита Сергеевич Хрущёв принял президента Гамаль Абдельна. В 1966 году проходит лётные испытания «Новый самолёт Як-40». Реактивный автобус на 24 места. На недальних внутренних рейсах впервые появляется элегантная машина. Оказывается, реактивная авиация может быть не только большой, но и местной. В 1966 году Франция вышла из военной организации блока НАТО. В том же году президент Франции Шарль де Голь наносит визит в Советский Союз. Эти два события положили начало особым политическим отношениям между СССР и Французской республикой. В Москву с официальным визитом прибыл президент Французской республики генерал Шарль де Голь. Прочие особые отношения уже были. Ещё до визита де Голя при тогдашних строго лимитированных контактах с Западом недели французской культуры проходили в СССР с завидной регулярностью. Кроме Москвы де Голь побывал в Ленинграде, Киеве, Волгограде, Новосибирске, на космодроме Байконур и в Таманской дивизии. Зная генерала ещё как одного из лидеров антигитлеровской коалиции, де Голя принимали очень тепло. Буря восторга вызывала обыкновение французского президента заканчивать каждую речь фразой, произносимой по-русски. У президента де Голли были свои и весомые резоны. Ехать в Москву с беспрецедентным визитом или выходить из военной организации НАТО. Уже с начала 60-х годов рост ядерного потенциала Советского Союза привёл его к пониманию того, что он не может больше полагаться на стратегические или политические гарантии Соединённых Штатов. Что Франция должна искать обеспечение своих политических и стратегических интересов иными способами. Кроме того, оставаясь в Союзе, де Голь всегда пытался играть роль полу-независимого члена такого Союза, то есть НАТО. Это давало ему возможность максимализировать политическую силу Франции в ситуации её относительно экономической слабости. У Советского Союза были свои резоны, тоже весомые. Во-первых, вбивался видимый клин в лагерь империализма. Во-вторых, начиналась разрядка, за которой выступал Советский Союз. Ну, а у советской интеллигенции было просто желание ещё раз увидеть отлицетворение Франции и французской культуры, которую они любили и боготворили. В 66-м году был принят указ об усилении ответственности за хулиганство. Бытовая жизнь, особенно после войны, была суровой, люди друг с другом особо не церемонились. Послевоенный СССР – страна почти сплошного хулиганства. Лучшим способом понравиться девушке было защитить её от хулигана. Указ Президиума Верховного Совета признавал хулиганство всё более нетерпимым в условиях развернутого строительства коммунизма. Различались мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах и оскорбительное приставание к гражданам, хулиганство просто, грубые нарушения общественного порядка, злостное хулиганство – те же действия, отличающиеся исключительным цинизмом или особой дерзостью. Широкая гамма наказаний – от 10 суток до 15 и от 3 лет до 7. В то время как охотники заряжали ружья... Автоматизация – новое поголовное увлечение. Автоматы теперь не только на производстве, но и в быту. Прогресс – так называется этот новый магазин в Москве. Здесь торговля идет без продавцов с помощью автомата. Первый – магазин автомат. Вот как подготавливаются к работе эти машины. Кажется, скоро люди будут только опускать монетки и нажимать на кнопки. Каждый автомат может принимать монеты любого достоинства. Тогда же появляются первые автоматические кассы на вокзалах. Автоматы газированной воды приходят на смену дородным теткам, торговавшими прежде газировкой на бульварах. В той же операции «У» автоматы газ воды – целый эпизод. В 1966 году центральное телевидение показывает новую передачу «Добрый вечер», тут же переименованную в «Кабачок 13 стульев». Актеры Московского театра «Сатиры» называют друг друга «пан» и «пани». Дело как будто бы происходит в Польше, используется юмор других стран социализма. Кабачок 13 стульев, законодатель мод и первая советская мыльная опера. Польская «Пани» сегодня в приятном туалете, и глядя на нее, тысячи женщин от Бреста до Находки придумывают себе нарядные платья. Шутить про Польшу безопаснее, шутить про нас уже не очень принято. Либо «пан», либо «пропал». Поэтому «пан». Вы представляете себе, пан профессор, вчера мой трехлетний сынишка порвал мою новую поэму «Зай». Что вы? А он что, умеет читать? Аня Зося, скажите, вы уверены, что эта рыба свежая? А я не знаю. Я здесь работаю всего неделю. Артисты более-менее удачно открывают рот под чужие фонограммы, а пан ведущий деликатно не переводит во время исполнения. И песни могут записываться телезрителями на магнитофон. Это был год 66-й в проекте «Намедни» 1961-1991. Наша эра. Следующая серия. 67-й год. Среди прочего, шестидневная война на Ближнем Востоке. Андропов, шеф КГБ. Переворот черных полковников в Греции. 50 лет Великого Октября. Пятидневная рабочая неделя. Статистика по сравнению с 1913 годом. Крим-плен. Фильм «Кавказская пленница». Два года службы в армии вместо трех. До следующей серии. И следующего года. Счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»